Привет всем! Хотим с вами поделиться одним экзотическим фруктом. Очень такой интересный на вид, похож сравнительно как на шишку. А в середине, сейчас мы его так вот разрежем, чтобы вам показать, он выглядит вот так. И если он приобретает вот такой цвет, значит он уже будет мягенький и сладкий и спелый. А продается он вообще зеленый и твердый. Ему надо, если покупаете, нужно полежать дня 4-5, это точно. Так, значит имеет вот такие вот большие косточки. Это по всему, так разрезаешь по всему фрукту и будут такие косточки. На вкус, значит он будет очень сладкий. И если с чем сравнить, конечно в сравнении это для фрукта необычно, но очень похож на вареники с щелковицей. Это первое впечатление, которое приходит для сравнения на ум. Конечно это звучит очень так странно, но тем не менее, кто любит вареники с щелковицей, будет приятно удивлен. Цена его 2 евро 70 центов. Конечно дороговато, если так не знаю, что брать на пробу. Но есть возможность, поэтому можно взять попробовать. Название этого плода – черемоия. Само совершенство. Так в свое время Марк Твен охарактеризовал плоды черемоии. Культуры известной сегодня, как дерево мороженое или как кремовое яблоко. Кстати, в истории эти ароматные фрукты с нежной мякотью известны также, как потерянные плоды инков или жемчужина ан. Дерево черемоии – это вечно зеленое лиственное растение с бархатистыми листьями и ароматным бледно-желтым цветками. Их плоды, как правило, конической или сердцеобразной формы, довольно большие – 20 на 10 сантиметров и весом от 300 грамм, покрытые тонкой бледно-зеленой кожицей. Но несмотря на то, что черемою часто называют кремовым яблоком, на яблоко она, похоже, мало. Также, несмотря на удивительный вкус, который, кажется, навсегда пленит всех, кто хоть раз попробовал этот дивный фрукт, нельзя сказать, что черемоия принадлежит к популярным коммерческим культурам. А все потому, что требует особого внимания и бережного отношения к себе. Нежные плоды даже под незначительным давлением трескаются и теряют товарный вид. Но как бы там ни было, что бы об этом плоде не говорили, мне он совсем не нравится. Он очень нравится моей жене. А я его вообще не нахожу никаким невкусным, неплохим. Он мне совершенно не нравится. Так что это еще раз доказывает то, что на вкус и цвет товарищей нет. А на этом всем пока.